Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина Брилева. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Скорее присоединяйтесь к нам, мы начинаем! Сегодня у меня в кадре вот такая вот ситуация, такая вот модель. Этот маникюр сделан в Германии, выравнивания здесь нет никакого, улыбки тоже нет, правильной красивой архитектуры соответственно тоже, но вы в принципе все видите. Единственное, что нет ни одной отслойки, это плюс в данной ситуации. Сейчас вместе с вами будем все это дело исправлять. Спиливаю покрытие твердосплавной фрезой с красной насечкой на 20 тысячах оборотов. Если нет никаких отслоек, можно базу немножко оставить. В данном случае отслоек нет, поэтому оставляю тонкий слой материала, делаю форму насколько могу фрезой, далее я сюда работаю пилкой. Наклеиваю на основу пилки одноразовый файл и опиливаю форму. Файлы я беру обычно на 180 грит, эта гритность идеально подходит для натуральных ногтей, не много и не мало. Опиливаю форму по желанию клиентки, данная длина ногтей нам подходит для овала, то есть не зауженный миндаль. Можно было сделать еще квадратную форму ногтей, но клиентка пожелала вот такую вот. Продолжение следует... Что я еще могу сказать об этих ногтях? То, что ногти на больших и указательных пальцах трамплинят, взлетают вверх, поэтому здесь важно не сделать их грубыми, утолщенными, когда будем покрывать материалом. Тем временем я делаю маникюр фрезой пламя с красной насечкой, выпиливаю птеригией. Работаю на 15-16 тысячах оборотов, не больше. Вычистила птеригией с левой стороны, потом с правой, убираю всю пыль щеточкой и теперь наношу ремовер. Сегодня решила сделать вот такой вот комбинированный маникюр. Не просто по-сухому срезать кутикулу, а немножко замочить с ремовером. Вытираю ремовер с пальчика безворсовой салфеткой и срезаю кутикулу ножницами. Далее боковые стороны, если это нужно, дорабатываю накожницами. В данный момент это наш первый маникюр с этой клиенткой. Сейчас я срежу огрубевшие боковые валики накожницами, а в дальнейшем будем просто их зашлифовывать аппаратом и тогда они меньше будут нарастать. Субтитры сделал DimaTorzok следующим этапом обезжириваю ногти nail prep и начинаю покрывать базой. Ногти трамплины особенно нуждаются в выравнивании. Просто тонким слоем покрыть базу здесь не подходит, потому что будет впадина посередине и по бокам тоже будет неровно. Поэтому аккуратненько выравниваем, делаем тонкий торец, основную часть базы оставляем по центру, тонкой кистью поправляем материал и отправляем в лампу. Следующим этапом будем покрывать ногти цветным гель-ландом. Выбрали сегодня вот такой вот яркий коралловый цвет, уже хочется лета, хочется ярких красок, поэтому это как раз то, что нужно. Цветным гель-лаком я всегда покрываю в два тонких слоя. Субтитры сделал DimaTorzok Один безымянный ноготь покрываю белым гель-лаком, будем делать здесь стемпинг. Субтитры сделал DimaTorzok Просушила в лампе и теперь буду делать стемпинг. Если что-то отпечаталось лишнее, можно это аккуратно вытереть и теперь перекрываю ногти топом. В данной ситуации у нас осталась пыль возле кутикулы. Убираю ее с помощью безворсовой салфетки, смоченной водичкой и намотанной на апельсиновую палочку. Вот такой вот яркий маникюр у нас сегодня получился. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения, мира и здоровья! Пока-пока! Подписывайтесь на мой канал!